10 часов утра, Верхний пруд. Вот здесь любимое место купания мальчишек из окрестных домов. Хотя нырять опасно, но даже в прохладную погоду ждать юных пловцов долго не пришлось. Ноты там есть? Да. Да, есть. Если струбы прыгать, то достанешь. Да, достанешь. Тут труба все-таки опасная. А вдруг что случится? Не боитесь? Кто плавать умеет, не знаю. Мы не там. Много кто приходит. Здесь никто не тонул. И каждое лето это зрелище купания детей с риском для жизни наблюдают случайные прохожие. Страшно становится. Ныряют они здесь. Маленькие даже здесь бывают. Родители, видимо, не смотрят за ними. Без присмотра взрослых собирались поплавать ребятишки и на Нижнем пруду. И случилась трагедия. В этом месте утонул в понедельник 9-летний мальчик. Когда приехали спасатели, было слишком поздно. Они увидели то, что мальчик на берегу. Крик бабушки. Ну и масса людей, которые все это смотрели, наблюдали. Милиция, прокуратура, скорая помощь. И на ваш взгляд, все-таки какая причина, почему сложилась трагедия? Другой причины нет. Безконтрольных взрослых за детьми. Но если бы помощь подострела вовремя, ребенка могли бы спасти. Но большинство людей даже не знают, как оказать первую помощь. Эти знания дают детям на уроках ОБЖ. Айнас Асатару в школе уже закончен, но правила помнит. И говорит, что обязательно бы помог утопающему. Если он потерял сознание, ему надо сделать искусственное дыхание, попробовать или массаж сердца. Но если не получится, вызвать медицинскую скорую помощь. На всех водоемах в черте города висят запрещающие надписи. Людей предупреждают. Однако за 7 последних лет в прудах утонули 10 человек. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.